Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 февраля, сейчас я делаю очередной посев, следующая волна посевов. И по многочисленным просьбам начинающих огородников я сейчас расскажу, какие сорта я буду сеять сегодня, почему именно сегодня и как я их отбираю, по каким признакам. Я уже показывала, я чтобы время долго не терять, прям тетрадку вот сейчас открываю. Я уже показывала и говорила, что первыми я для суперраннего урожая посеяла, там где теплица отапливаемая и грунт инфракрасный. Потом следующие, сначала толстоногие, потом высокорослые для этой же теплицы. Потом следующие два лотка для теплицы, обогреваемой только воздух, сеяла экзоты. И сейчас я буду сеять томаты, тоже высокорослые, тоже крупноплодные, если не крупноплодные, то индотерминантные, которым длительный срок вегетации нужно. Но эти теплицы, ой, эти томаты у меня предназначены для неотапливаемой теплицы или для выращивания в открытом грунте под пленочным укрытием. То есть это еще не открытый грунт, это все еще мы сеем или в теплицу, или вот в тоннелях, которые будут выращиваться под пленочным укрытием. То есть, опять же, для получения урожая чуть пораньше, чем стандартные сроки для вашего региона, для какого-то. И вот я пишу, лоток номер 9, это посев томатов высокорослых, крупноплодных и нет. Бывают вот такие вот, как добарао, он не крупноплодный, но он поздний, спелый, и его в эти сроки можно высевать для того, чтобы потом высадить в теплицу. Для неотапливаемых теплиц, но все-таки это теплица, или для пленочных укрытий на улице. У меня, смотрите, создалась такая ситуация. Я уже говорила, одну теплицу у меня раздавило снегом, и я не знаю, успеем мы или нет установить новую теплицу весной, потому что у нас всегда стараемся ставить теплицу осенью, грунт промерзший, и весной ставить теплицу проблематично. То есть, чтобы высадить вот эти томаты в теплицу, надо, чтобы в апреле уже была теплица готова, смонтирована, потому что в начале мая, в середине мая можно высаживать. Если мы успеем сделать теплицу, если по техническим причинам это будет возможно, грунт растает, не будет мерзлый, то эти томаты, возможно, будут выращиваться в теплице. Если теплицу мы не установим, я все равно их буду высаживать пораньше, но тогда буду ставить дуги, буду делать термостоннель, и пленками укрывать, и буду там создавать им микроклимат немного приближенный. Ну как, буду создавать им тепличный эффект, прониковый такой, чтобы они там были в тепле. Я сейчас расскажу, как я высчитывала, почему именно 13 февраля. Вот тут подставлю, я хотела вчера же 12, но не успела, и дату оставила пустую. Сначала 12 написала, но 13. Я до этого говорила, что буду примерно в середине месяца, там во второй декаде, 10, 11, 12, 13. Вот дотянула до самого последнего дня, 13 февраля. Смотрите, как я считаю. Вот у нас, так, так, так. Стандартный срок высадки, считаю я, 1 июня. До июня в открытый грунт без пленок никто не высаживает. Я считаю сначала, как бы я посеяла, когда бы, если бы просто было без пленки. Я буду высаживать эту рассаду во взрослом состоянии, 70 дней, даже чуть-чуть взрослее, чем требуется, обычно 60-дневную, а я буду высаживать 70 дней. Вот, считаю, 15 мая, 15 апреля, отнимаю 15 марта. Значит, я должна была бы получить всходы 5 марта. А, нет, 5 марта это десятка. 23 февраля я должна получить всходы, вот нулевой. Это у меня посев. Я сею сухими семенами, 10 дней даю на всхожесть. Если 23 февраля мне нужен первый, ну, всходы получить, значит, 13 февраля я сею, все подходит. Но, опять же говорю, если кто-то не хочет выращивать рассаду до 70 дней, кто хочет высадить стандартный срок в 60 дней, значит, нужно 23-го только сеять. И это сеять, опять же, не для открытого грунта, а для теплиц неотапливаемых, или для ранней высадки под пленочное укрытие. Все, с посевами разобрались. А если вот эти убрать 15 дней, я сею на 15 дней раньше, потому что или теплица, или пленка. А если рассмотреть вообще без пленки, в открытый грунт, то нужно было бы сеять, вот эти томаты я буду сеять, которые для открытого грунта, нужно сеять примерно 2-го марта. У нас сеют с 1-го по 10-го марта, кто как хочет. Кто 2-го сеет, кто 12-го, все равно. И для этих посадок, вот опять они первые, вы видите, что еще ни ранних, никаких, ни среднеспелых сортов нет. Первые опять идут у нас крупники. Все вот такие гиганты я выбираю, которые написаны в характеристиках, что он с крупными плодами, что он высокий, 130-170 сантиметров, 500-граммовый до 700 грамм. То есть те, выбирая в первую очередь, которым нужно очень долго, время на выращивание куста, на формирование плодов, на созревание. И подразумеваю я, что скушать, мы их должны в открытом грунте получить спелыми. Или в открытом грунте под пленкой, или в неотапливаемой теплице. Первый лоток я сею из своих. Из своих мне проще выбирать. Как я выбираю, просто иду вот по каталогу и читаю вот. Кенигсберг высокорослый, высокорослый, крупненький плод, да. Его выбираю, желтый, красный, золотые купола, крупный, крупный. Выбираю потом и Анжела гигант, и розовый гигант, и нужный размер. Все самые крупные, вот эту элиту томатную, я выбираю в этот лоток в один. Следующий лоток, по этим же признакам, я выбираю, а, это тоже мой. Сейчас скажу. Следующий лоток, по этим же признакам, я, а, не переписала, извините. Я выбираю такие же, только магазинные. Я вот уже собрала комплект, осталось только переписать. Это высокие, это крупные, в теплицу, в холодную или под пленку. То же самое. Беру и смотрю, например. Вот. Для пленочных теплиц и открытого грунта 125 дней, высокорослый, 250 грамм. Вот по этим признакам все мне подходит. Если он высокий, если он крупный, значит, сеять, начиная его пораньше, через неделю, начну сеять такие же крупные, но низкорослые. Я вот уже написала заранее, хотя еще сеять не буду сейчас, через неделю только. Написано, что следующие буду сеять крупноплодные, детерминатные, то есть низкие, метр, семьдесят, восемьдесят, крупноплодные и детерминатные. И объясняю, попытка получить ранний урожай в открытом грунте, но низкороспелых, и ранних сортов, а крупноплодных, среднеспелых, но низкорослых. Я вот выбрала из заказанных на сайте искупленных тут и мармелад, и три толстяка, спецназ, бархатный сезон, большая мамочка, то есть те, которые плоды такие же крупные, как у высокорослых, но которые за счет низкого, детерминатного куста они могут вызреть и не в теплице, а в открытом грунте. Вот сегодняшний посев пока что еще только идет для теплиц, для открытого грунта под пленочное укрытие, в открытый грунт, чисто в открытый грунт, в голый открытый грунт, без пленок, без дополнительных укрытий, безо всего. У нас в сибирском регионе мы сеем только в марте. Все, до свидания. До свидания.